Ну что, я думаю, можно начинать, остальные кто присоединится к нам, кто-то присоединится. Приступим. Вообще, что такое понятие стресс и как оно характеризуется у животных? Стресс – это совокупность не специфических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. И по-другому можно их назвать раздражающих факторов, которые влияют на постоянство внутренней среды животного. По-другому оно называется еще камеостаз. Крепкость нервной системы у всех животных разная. У кого-то она более крепкая, у кого-то нет. Это порой относится к породам животных. У некоторых пород более устойчивые, у некоторых менее устойчивые. Оно может даже, несмотря на породу, относиться именно к определенным виду животных. Животных тоже можно разделить на эти темпераменты, как людей. Есть сангвиники, которые легче переносят стрессовые ситуации. Холерики, которые тоже могут достаточно быстро справляться со стрессом. Флегматики, не проявляющие эмоции. И меланхоликов. Тяжелее всех переживать стресс. Вообще, в принципе, если у вас животное меланхолик, то любая стрессовая ситуация для него критична. Чем же вообще опасен стресс и какой он может быть? Стресс бывает кратковременный, острый. Это когда обычно он проходит незаметно и никаких последствий не несет. Например, когда на животное идет воздействие какого-то стресс-фактора, и животное уже через какой-то момент времени просто перерастает данный стресс и перестает обращать на этот стресс-фактор внимание. Например, допустим, ребенок. Сначала животному кажется, что там ребенок – это стресс-стресс-стресс. Простоянно стресс. Потом ребенок там сживается или же там с животным или две кошки там сживаются друг с другом. И перестает испытывать стресс, и они его перерастают. Это состояние острого стресса. Либо острый стресс – это когда идет быстрое воздействие, допустим, там на приеме ветврача. Но часто стресс может перейти в хроническое, особенно в себе в домашних условиях. Чем это опасно? Длительный стресс напоминает человеческую затяжную депрессию. Но не депрессию, как любят люди говорить, а именно клиническое заболевание. И идет воздействие на весь организм, постоянно отрицательное влияние на весь организм животного. Животное начинает терять свою массу. Может где-то до 10% массы резко потерять. Чем же это вообще опасно? Его очень сложно определить в хронический стресс. Вы не понимаете, животное находится в стрессовой ситуации, если особенно животное как-то не проявляет никаких признаков. Но при этом животное постоянно угнетенное, постоянно прячется. Либо вам кажется, что это поведение для вашего питомца нормально, но по-настоящему это не так. Чем больше питомец находится в стрессовом состоянии, тем короче будет его продолжительность жизни. В принципе, стресс сокращает продолжительность жизни. И важно на ранних строках предотвратить эти расстройства. Какие же причины возникновения стресса могут быть у домашних животных? Часто это сожительство с другими животными. Например, у вас там дома была собака, вы тут принесли кошку, собака не привыкла жить с кошкой, кошка там не привыкла доставать собаку. Для собаки это тоже будет стрессовая ситуация. Появился ребенок, животное, жил себе спокойно, прекрасно, тут у вас родился ребенок, ребенок начал интересоваться животным. Сами понимаете, что не все животные хорошо переносят детей, особенно кошки. Если еще собака, она как-то старается быть немножко нянькой, то кошки испытывают часто очень большой стресс от общения животных, когда ребенок пытается их подергать за усы, за хвост, за уши. Переезды, посещение ветеринарных клиник, поездки на дачу, поездки в путешествия, фейерверки, шумные компании гостей. Все это может вызывать стресс у вашего питомца. Скажется, что наши животные не испытывают стресса, потому что мы, в отличие от животных, там постоянно работаем, зарабатываем, у нас там бывают проблемы на работе, бывают проблемы в личной жизни, но по-стоящему животные стресс испытывают наибольшее количество, чем мы с вами. Какие же признаки стресса мы можем наблюдать, например, у тех же кошек? Есть несколько признаков, которым мы можем узнать, что у нашего питомца проблема. Первое – это животное начало промахивать с ними молотка. Наблюдайте за его походами в туалет, возможно, изменение цвета стула, либо стул стал жидкий, либо у животных вообще, в принципе, начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. И тут может быть вариант, что либо это какое-то заболевание, либо же у животного именно на фоне стресса. Животное начинает отказываться от корма тоже. Это причина, которая может быть, и причина различных заболеваний, но в том числе и стресс-фактором. Также чрезмерное вылизывание животных разлизывает себя до жутких ран. Либо частое чесание. Опять же, вам кажется, что у вашего питомца блохи, вы проверили, там блох нет, но при этом питомец продолжает чесаться. На фоне стресса животные могут это делать. В принципе, даже те же люди тоже на фоне стресса начинают себя расчесывать, у людей начинают облизать кожу, или выдирать волосы. Животные делают то же самое. Животное часто ищет уединение. У вас была достаточно социально-общительная кошка, насколько это возможно, и тут она постоянно стала от вас прятаться там. Проводить много времени в шкафу, под кроватью, не контактировать с людьми. Ну и проявление агрессии к человеку или же к другим животным. В принципе, для кошек проявления агрессии связаны с тем, что они напуганы, чувствуют угроз. Так просто кошка агрессию не будет проявлять. Она не будет на вас бросаться без причины. Первое – это боль. Кошки очень часто за агрессией скрывают, когда им больно. Кошка не любит показывать свою боль. И в принципе, это защитный механизм природный, что кошка не показывает. Болезненность. Страх. Быть травмированным. Допустим, вы один раз были на приемной ветклинике, там кошки сделали укол, или же провели там какие-то оперативные вмешательства, вы везете кошку заново в ветклинику, у кошки уже идет ассоциация. Так, значит, мне там снова будут делать больно, значит, мне там доставили какую-то травму, я буду проявлять агрессию на ветврача и на владельца. Когда под источником оказываются источники существования, такие как еда, вода, очень часто бывает, что если хозяева некоторые наказывают, убирают там корм у животного, или же как бы куда-то его тоже, либо у кошки он постоянно стоял корм, как бы кошка привыкла есть там по пять раз в день, владелец ее к этому приучил, а тут резко владелец начал у нее убирать корм, для кошки это как бы тоже очень такой неприятный момент, она тоже может воспринимать агрессию, когда вы тянетесь убирать ее миску. Территориальная угроза. Кошки очень территориальные животные, и им важно, чтобы территория принадлежала им. Для этого они оставляют визуальные метки, например, метки когтей, тем самым кошка метит свою территорию или там метки мочой. Когда вы что-то как бы тут решили там с пылесосом пройти, какой-то непонятный шумный зверь, кошка тоже это может воспринять как агрессию и наброситься. Ну и материнская агрессия, кошка с котятами, она всегда будет проявлять наибольшее количество агрессии, чем животные в спокойном состоянии. По кошкам. Кошки у нас, помимо того, что они очень территориальные животные, кошка еще очень консервативные животные. И допустим, сейчас даже в тех же условиях самоизоляции, в которой мы находимся, для кошки наиболее стрессовая ситуация в силу того, что животное привыкло, допустим, что вы уходите на работу, и оно спит на любимом кресле. Тут вы все время дома. Любимое кресло все время занято. Кошка не понимает, почему владелец так много времени находится дома. Поэтому кошка может тоже испытывать стресс в состоянии. Причем стресс у кошки еще может проявляться в том, что она может стать безумно ласковой. Она будет не слезать с вас или же даже мурлыкать. Но мурлыканье не всегда характеризует о том, что кошка довольна, что ей хорошо и приятно. В том числе у кошек есть такой вариант, как стрессовое мурчание. Оно может использоваться как раз именно на фоне того, что кошке страшно. Она таким образом это показывает. У собак стресс немножко по-другому возникает. Собака более привязана к человеку. И тоже в условиях карантина, в которых мы сейчас находимся, для собаки больше стресс будет, когда животному придется вернуться к привычной жизни и владельцы вернутся на работу, а животное останется дома одна. Поэтому перед тем, как вы будете выходить на работу, в офис вам надо снова приучать животное к тому, что оно будет оставаться на продолжительное время одно. имитировать уходы, как бы стараться проводить где-то, может быть, чуть меньше времени с питомцем, чтобы оно понимало, что вот вы не сейчас, сейчас вы дома, но в дальнейшем вы не всегда будете там. Собака очень привязана к человеку, и любое его отсутствие для нее является сильным стрессом, в отличие от кошки, потому что кошка, она привязана к дому. Кошка, вот она привязана к своей территории, собака, она привязана к человеку, она привязана к своей стае. Какие же признаки стресса мы наблюдаем у собак? Она может фанатично рыть полы, может рыть землю, может интенсивно бегать кругами, проявлять деструктивное поведение, грызть несъедобные предметы, часто скулить, лаять, выть. Тоже собаки очень часто страдают разлизыванием, как кошки лап, да, язв и других, собственно, ран. Также у собаки часто бывает повышенная потребность внимания хозяина, но в то же время, если, допустим, у вас тоже очень социальная собака, и тут она начала вас избегать, это может привести к тому, что собака испытывает стресс. Также отказ от корма, лакомство прогулок, отказ от корма может быть при различных заболеваниях, но если животное начало резко отказываться от корма, лакомство прогулок, то, помимо всего прочего, у нее может быть, это может быть вызнака с состоянием того, что животное находится в стрессе. После агрессии агрессии собака тоже так просто не будет проявлять агрессию. Здесь представлена лестница агрессии для собак, по которой вы можете понять, насколько собака близка к состоянию, чтобы броситься на вас, потому что так просто собака на человека тоже не будет бросаться. Очень часто, когда вы приходите в магазин, сидит какая-нибудь собака на поводке, владелец просит ее не трогать, но некоторые люди предпочитают потрогать собаку. Собака и не хотела бы проявлять агрессию, но когда к ней подходит незнакомый человек, начинает ее тыкать в морду, пытаться погладить, то собака начинает испытывать стресс, не понимает, что с ней происходит, зачем ее трогают, зачем ее как бы пытаются, ей страшно, непонятный человек ее трогает, и тогда собака может укусить. Очень часто это срабатывает с детьми, особенно с мелкими породами собак и детей, потому что ребенок порой слишком пытается поконтактировать с собакой, порой не так, как надо, и собака может на фоне этого провести агрессию и укусить. Конечно, агрессия еще вызывается различными тоже, если это различные заболевания, такие, как бешенство, но в целом собака в первую очередь агрессию не проявит. Пока ее что-то очень сильно не напугает, не приведет в состояние к раннему стрессу, животное не будет кусать. Сейчас мы с вами поговорим о том, как мы можем успокоить наше животное. И одна из наших линейок это ноу-стресс линейка на эфирных маслах валерьяны и лаванды. Капли на холку ноу-стресс на основе валерьяны. Я понимаю, что валерьянка это такой противоречивый компонент, но валерьян обладает личным седативным эффектом не только на собак, но и на кошек. А, господи, ну и на кошек. Капли на холку наносите на холку, действует начинает через час после нанесения, работает по принципам дыхания собаки эфирных или кошки эфирных масел и успокоения. Одной пипетки хватает на 7 дней использования. Упаковки 3 пипетки, если пользуетесь именно каплями на 21 день. Капли действуют через час и пипетка не привязана к весу животного. Одна пипетка на животное. Если у вас там крупная собака, вам достаточно все лишь одной. Из преимуществ это монокомпонентный состав и нет привязки к весу, что очень удобно, не надо капать много капель на крупную собаку. Очень часто по поводу там, если же вы по поводу стресса и растительных препаратов, если вы до этого использовали, конечно, какие-то тяжелые там медикаментозные препараты, некоторые очень часто любят использовать их, то, конечно, в таких случаях могу сказать, что как бы растительные компоненты будут работать хуже. Если же никаких медикаментозных до этого не используются, особенно там на фенебуте, то все растительные средства работают отлично. Ошейники. Если вам нужно уже продолжить никуда-то в поездку, или вы там решили оставить животное на передержке, или же у вас дома тоже идет как стресс-фактор, там ребенок, еще что-то, и животному нужно постоянно как бы снимать стрессовое состояние, то можно воспользоваться ошейником. У ошейника две ленты отдельно, для кошек 35 см, для собак 65 см, у собак ленты подлиннее. Ошейник можно обрезать на нужный размер. Оказывает продолжительное действие до 42 дней. Ошейник тоже начинает работать через час после применения. Первые несколько дней обладает специфическим запахом, но при этом работает очень эффективно. Могу сказать, что вот по ошейнику периодически в вебинарах видят в кадрах мою кошку, собственно, я сама пользуюсь данным ошейником, у меня кошка тоже входит в нашем противострессе о ошейнике. И отлично себя чувствует. Кто-то уже задавал этот вопрос на прошлом вебинаре по поводу, если кошка погрызет ошейник, ничего страшного не будет. Или собака тоже, ничего страшного не будет. Из преимущества ошейника невозможно его передозировать и нет ограничений по времени применения. Закончился один ошейник и можете деть другой. А после намокания он продолжает работать. Спрей наустресс, он универсальный, но он не только для кошек, можно использовать для собак и для грызунов, но не наносим на животное, наносим на переноску или там на места пребывания животного. Кошке можно, допустим, на ту же когтиточку нанести. Можно отлично обшикать переноску, если вам надо вот съездить на визит к ветврачу. Здесь на картинке видно, что кошку, когда вы едете с ней в ветеринарную клинику, обычно кошка никогда не заходит в переноску. Ну или, опять же, что же у вас случается? Переезд, стоит достать переноску. Что делает животное? Животное первое, что делает, это прячется. Потому что очень часто как раз по своей воле кошка обычно туда не пойдет. Удобная форма выписка подходит для агрессивных животных. Если, допустим, вам надо контактировать с агрессивным животным, можно нанести спрейный стресс на руки. И когда вы подходите к животной, оно уже успокаивается. Также при визите в ту же ветклинику можно наносить на стол. Во время приема, перед приемом нанесли на стол, работа мгновенно действует до 5-6 часов. И по диффузору. Если у вас животное долго остается дома, то можно воспользоваться диффузором. Втыкаете его в розетку, хватает на площадь применения 50 квадратных метров и на месяц применения. Присутствие себя лучше с перерывами, потому что есть небольшой снотворный эффект в присутствии животного, можно на постоянной основе. За счет вдыхания растительных компонентов животное успокаивается и убирается не только у нас состояние стресса, но и нежелательное поведение. То, что нежелательное поведение у нас вызывается как раз именно стресс-факторами. Ну и сейчас поговорим немножечко про другую еще линейку. Это у нас линейка на феромонах. Все животные рождаются с природными инстинктами и такое поведение для животных является естественным, а не приобретенным. Например, там, выживание или групповое поведение у млекопитающих область мозга, которая за это ответственно называется гипоталамусом. Она отдельно идет, она не связана с корой головного мозга, но связана с инстинктами. Если животное чувствует испуг, кросс, вот как раз в состоянии стресса, например, это лишение воды и еды, то часто собака или же та же кошка, они часто, помимо агрессии, еще проявляют такой эффект бегства или сокрытия от угрозы, особенно это характерно для собак. Беги или сражайся. Это не приобретенный раздражитель, это инстинктивная форма выживания и самозащиты. Феромоны играют очень важную роль в общении животных. Они у каждого вида свои. Отдельные феромоны у кошек, отдельные у собак. У нас с вами тоже, конечно, свои феромоны, мы все. Никто не воспринимает феромоны, воспринимает только виды своего, виды животных, для которых они предназначены. Кошка воспринимает кошачья, собака собачья, человек, понятное дело, будет воспринимать человеческую феромону, поэтому мы не будем чувствовать то, что чувствует наша кошка или наша собака. Для того, чтобы воспринимать информацию, которая содержит феромоны, существует такой специальный орган, называется он ВНО, он же Вомероназальный или же Якобсенов орган. Это парный орган, который расположен в небной части в небольших углублениях по бокам от носовой перегородки. Он представляет собой две такие эластичные трубочки, которые наполнены жидкостью. Внутри трубочек находятся рецепторы и слизистые железы. Когда рецепторы взаимодействуют с молекулами, которые попадают на ВНО, вместе с жидкостью из ротовой полости. И в отличие от обычной обонятельной системы, Вомероназальный орган не связан с коррогеном головного мозга, он как раз связан с гипталамсом. Чтобы феромоны попали на соответствующие рецепторы, их надо специально раскрыть. Для этого кошки, ну и вообще любые мегапитающие собаки, лошади, львы, имеющие Вомероназальный орган, складывают губы в такую гримасу специальную. Когда верхняя губа приподнимается, рот приоткрывается и язык начинает двигаться. Часто еще начинает у них сразу и носик двигаться. Наверное, вы замечали, что у вас там кошка, собака сидит с таким безмятежным, улыбающимся состоянием дома и постоянно подрыгивает носиком. Ну, у кого кошка, собака есть, неоднократно это видели. Особенно, если она что-то понюхает, и тут у нее такая мордочка. Поднятие верхней губы как раз вызывает сокращение гладких мышц, которые открывают протоки в ног. Когда вообще животные понимают, что его надо открыть, по запаху феромонов, которые не чувствуют носом, почему они, в принципе, носиком и подергивают. Но флемин, вот эта вот гримаса, она характерна не только для кастрированных животных, но и для кастрированных. Почему? Потому что феромоны животные чувствуют не только половые. В том числе у кошек есть там межпальцевые феромоны, также там феромоны анальных желез, и у кошек наиболее часто это феромоны именно щечни. Наверное, вы неоднократно наблюдали, как кошка трется о нас с вами, о предметы мебели, и причем это делает она не обо всех. В этот момент щечках у нее вырабатываются феромоны, которые дают понятие, что ей спокойно, что это место ей комфортно и хорошо. В линейке Cat Comfort меняется синтетический аналог, понятное дело, никто не будет заставлять бедных котиков теряться щечками для выработки феромонов. Феромон F3 вообще широко используется в ветеринарии, в том числе его используют при лечении идиопатического цистита. Идиопатический цистит это заболевание, которое в том числе пока по последним исследованиям имеет стрессовую теологию, и когда мы убираем стресс-фактор, мы сокращаем риск этого заболевания. Поэтому животные, если у него есть такая предрасположенность, количество там, период заболевания сокращается, и частота тоже. Линейка Cat Comfort представлена диффузорами, успокаивающими и успокаивающими спреями. Диффузор во время чувства присутствия феромона, который содержится в диффузоре, кошка чувствует себя более комфортно, что предотвращает ее нежелательное поведение, потому что любое нежелательное поведение, оно в первую очередь вызвано стрессом. Флакон рассчитан на 30 дней, хватает его на площадь распространения 70 квадратных метров. По поводу запаха вы ничего не будете чувствовать, потому что мы не чувствительны к кошачьим феромонам. Непрерывное его использование подходит для того, чтобы постоянно давать кошке понять, что территория безопасна. Просто в использовании воткнули в розетку. Просьба не навинчивать никакие антикомарийные диффузоры на сменный блок, потому что он может протекать. И диффузор вы ставите прямо, не надо его переворачивать ни в коем случае. спрей есть 30 миллилитров это карманный формат и 60 миллилитров это большой формат. Спрей мы не наносим на животное за 15 минут до поездки наносим на места, где вам нужно там переноску, допустим, на тряпочку. Можно сделать ошейник на феромонах, нанести на тряпичный ошейник, чтобы и одеть его через 15 минут после нанесения. Но, сразу говорю, спрей Кэт Комфорт мы не наносим на когтеточку, иначе кошка ей не сможет поездиться. Она для нее будет слишком приятна и метки на ней кошка оставлять не сможет. Большого флакончика хватает на 24, маленького флакончика хватает на 24, 25 применений, большого на 50 применений. Одно применение длится в течение 5 часов. Это достаточно продолжительное время. В следующий раз, если вам надо воспользоваться, допустим, вынули тряпочку из переноски, побрызгали, снова положили. У собак используется другой феромон. У них используется феромон ДАПа, это феромон собачьего умиротворения. Вскоре после родов у матери начинает вырабатывать такое вещество, как абазаин, которое оказывает успокоительное действие на щенков. И считается, что как раз эти феромоны играют решающую роль, в процессе сближения между матерью и ее детенышами. У собак феромон ДАП могут скитывать все собаки, потому что это все на уровне инстинктов. Допустим, без разницы, искусно или естественно была вскармана собака, они все будут чувствовать присутствие феромона ДАП. линейка тоже представлены диффузором и спрейми. Спрей тоже карманный формат 30 мл и 60 мл. Диффузор тот же принцип, что Кэт Комфорта, только единственное отличается тем, что феромон разный. Блакона хватает на 30 дней, рассчитан на площадь 70 квадратных метров. Имитирует интенсивный эффект успокаивающего сообщения, которое мать восприняла бы во время кормления. Поэтому собака чувствует себя спокойно и расслабленно. Он подходит для всех пород и для всех возрастов, вне зависимости там щенок или же уже пожилая особь. Спрей тоже мы не наносим на животное. За 15 минут можно нанести на аксессуары, можно нанести на поводок или же на ошейник, на мебель, на новые предметы либо на переноску, если вы, допустим, куда-то едете с собакой. Идеально подходит для предотвращения маркировки мочой в доме и деструктивного поведения, которым славятся собаки. Одного применения хватает на 5 часов. По диффузору, смотрите, если у вас там дома кошка и собака, вы хотите использовать линейку наоферомонов, можно воткнуть диффузор, просто втыкаем их в разные розетки, чтобы не было там конфликтов. В одну кошачью, в другую собачью. Кошка будет реагировать на кошачьи феромоны, собака будет реагировать на собачьи феромоны. Так, у меня все. Вопросы есть по данной теме, может быть, по каким-то другим темам есть. Я готова ответить на любые. Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует...